Итак, всем привет. Ответ на следующий вопрос от Тимофея о поисках инструментов для реализации идей. От него мне пришло письмо. Звучит оно так. Андрей, привет. Итак, пишу тебе с просьбой совета твоего экспертного мнения так сказать. Как я уже тебе рассказал, что у меня опыт есть в серии фотографий и съемки видео, теперь хочу прикрутить еще один скилл, мне нужна графика. Матборд он просил не показывать, поэтому я не буду показывать, а конкретно буду отвечать на вопросы, которые он мне задал. Если спрашивать конкретно, то с чего мне лучше начать, если я хочу создать скульптуру довольно фигуративную, в 3D с бэкграундом или без, наподобие работ Бекона. Сейчас я открою эту ссылку. Есть такой художник, я думаю всем известный, Франсис Бекон, который использовал натурщиц, потом их превращал в монстров. Например, здесь видно, что у монстров он рисует женщиной натурщицей. Я хочу попробовать сделать такой закрытый перформанс. Создать в студии атмосферу, свет, определенный звук и его направление, плюс даже аромат можно контролировать, погружая настроение себя героя. Затем делать фото и уже менять, деформировать его в процессе, соединяя с общим процессом студии. У меня есть серия работ, где люди деформированы, у кого есть определенный мотив, можете позже рассказать об этом. По сути, я хочу уйти от фигуративности, в сторону абстракции, но совершенно точно, что сам герой в кадре должен остаться. Очень интересная идея и способов ее реализации достаточно много. Один из самых простых, это брать фотку в фотошопе и просто ее обрисовывать. Но в фотошопе использовать не стандартные инструменты, а допустим... Ну давай я сейчас возьму наверное любую фотку, чтобы... Так, я надеюсь авторские права проблемам не будет. Сейчас мы в гугле найдем фотку. Так, фото девушки, допустим, фото... Я просто на примере быстром покажу, как можно сделать, допустим... На примере любой фотки... Не буду я превращать в монстра, но допустим девушка какая-нибудь там... Сохраняем эту картинку... Открываем фотошоп... Допустим у нас есть фото от девушки, понятно там в студии, как ты ее реализуешь, это уже твои идеи... И я предлагаю обрисовывать не в самом фотошопе, а есть классные эффекты... То есть можно уйти в абстракцию с помощью замечательного плагина от XYCode... Фотодонат он называется... Там ссылку под видео я оставлю на него... Его можно запустить... И во-первых здесь есть разные стили... То есть можно для фотки подобрать определенный стиль... И самое главное в Pro версии есть режим Paint... И здесь можно как раз использовать... Clone Mode... Clone Continuous... А здесь можно активировать разные кисти... То есть выбрать из списка... В Brush Categories... Или в Paint Presets... Допустим Watercolor, например... Wet on Wet... И можно всякие вот... Такие штуки делать... Можно всякие абстрактные кисти выбирать... И рисовать... Причем... Можно настраивать очень много... Brush Settings... Тут... В общем-то здесь столько настроек... Просто рекомендую... Поэкспериментировать... И... Всякие абстракции создавать... С помощью Liquify как раз можно... Ну то есть перед тем как рисовать... В самом фотодонате можно использовать фильтр Liquify... И... При желании... Можно исказить... Лицо... Там... Сделать каких-то монстров... То есть... Выходить в абстракцию... Тут уже чисто твои эксперименты какие-то... Можно... Экспериментировать как хочешь... И добиваться всяких художественных результатов... Вот... Это первый метод... Который... Быстрый... Там... Самый... Такой... Простой... Который... Результат... Которого... Зависит от... Простой практики... То есть... Практиковаться... Пытаться что-то получить... Какие-то... Стандартные инструменты... Фотошопа... Изучить... И... И... Использовать... Для этой задачи... Плюс... Фильтр... Фото донат... Как я и сказал... А... Второй метод... Получения такого результата... Из фотки... И так далее... Можно... Добавлять... 3D... То есть... Взять... Какой-нибудь... Генератор персонажей... По фотке... Сгенерировать позу... И... Потом... Добавлять... Всякие элементы... С помощью... Теи... Есть... Такая программа... Теи Концептор... У меня... На канале... Есть уроки... И ссылка на нее... Вот... И... С помощью нее... Добавлять... Всякие абстрактные штуки... В общем... В реализации... Этой идеи... Очень много... То есть... Способов... И... Я рекомендую начать... Как раз... С первого... Это... С фотошопа... А потом... Если будут еще вопросы... Задавать их отдельно... То есть... Постепенно наращивать опыт... А... Не сразу... Бросаться во все тяжкие... Скажем так... Вот... А... Второй вопрос... От... Данного фотографа... Звучит так... Также мне интересно... Работать с 3D Fashion тематикой... Как я это делал раньше... Только фотографии... А... Посмотри пожалуйста... Эти кадры... Как нам придет добиваться... Такого результата... Без Гудини... Вижу, что это максимально сложная программа... Из всех... Которые я встречал... Да... Гудини... Как бы... Такая программа... Специфическая... Которая... Мне даже... Не далась... Потому что там... Нужно математический склад ума... И... Любовь к математике... Если ты творческий человек... То... Гудини... Ну... Как бы... Она не подходит для творческих людей... Лично я так считаю... Это лично мое мнение... И... Можно использовать другие программы... Для достижения цели... Сейчас я покажу... Кадры... Которые... Тимофей предоставил... Вот... Есть такой кадр... И сейчас я расскажу... Как его можно получить... Примерно... Ну... Понятно... Я не буду... Прям... Подробно... Вдаваться в эти подробности... Вот... А... Первые кадры... Которые... С реальной фотографией... Подар сделан... Опять же... Можно получить в этом фотошопе... То есть... Опять же... На примере девушки... Я даже покажу сейчас... Кисти тут есть... То есть... Все что я рекомендую... В данный момент... Это просто брать... Разные кисти в фотодонате... И... С помощью них... Тут горячие клавиши... Я не помню... Да... С помощью F увеличится... Размер кисти... С помощью D уменьшается... И... С помощью них... Можно... Как раз... Там... Сейчас... Все эти моменты... Исказить... Как-то... С помощью фотошопа... Получить склон мод... Как-то там... Брать... Ну... Вот... Например... Просто... По-быстрому... Уже... Получил этот эффект... Понятно... Что можно... Тут... Нога... Красиво идет... Это все... Можно... Так же... В 3D... Получить... Там... Руки... Все это... Уже... Больше... В 3D... Можно... Подрисовать... Можно... Фотомонтаж... Сделать... То есть... Это... Достаточно... Простой... Момент... Без изучения... Годений... Можно... Получить... Рендером... То есть... Опять же... Открыть... Сделаю... Концептор... И... Какой-нибудь... Не надо... Людей... Например... Даст... Вот... Я сейчас... Чтобы быстро показать... Чтобы понятно было... Допустим... Даст... Ты можешь создать персонажа... Смарт-контента... Так... Стоп... В фигурах... Выбрать... Какую-нибудь... People... Male... Например... Любого пара... Вот здесь... С помощью костей... Поставить его в позу... Нужную... Или выбрать... Готовую позу... Здесь есть куча поз... Я уже не помню... Где тут... Пропс... По-моему... Нет... Где-то здесь есть позы... Я уже честно не помню... Здесь есть куча готовых поз... Можно написать... Так... Стоп... По-моему... Сейчас... Тут смарт-контент... Позы... Где-то здесь были позы... Я вот честно... Уже не помню... Где они... Как их... Пум-пум-пум... Материал... Пропс... Редит... Рендер... Сцена... Сцена... Самплс... Сейчас я паузу поставлю... Вспомню... Вспомнил... Есть... Content Library... Здесь есть... Products... И можно зайти в папку... Поз... Здесь есть... By Function... Выбрать... Action... Ну... Например... Пускай будет... Combat... Ну... Вот... Например... Битва... Только надо выбрать... Genesis... Во... Например... Есть такая... Быстрая поза... Мы ее получили... И... Ее... Эту модельку... Можно... Во-первых... Можно сразу здесь отрендерить... То есть выбрать... NVIDIA Array... Или... Octane... Тут уже зависит... От того... Какой рендер установлен... Я же говорю... Сильно усложнять не буду... Потому что... Начинаешь... Вот... Можно быстро получить... Модельку... Подогнать ее под фотку... В фотошопе... То есть... Примерно выбрать позу... С помощью костей... Там... Поменять как-то... Если не нравится... Можно стандартные брать... Можно... Там голову... Как-то повернуть... Тут много инструментов... Вот... Например... Смотрит в кадр... Там... Глаза туда... Куда-то... Тут не важно... В принципе... Можно сразу отрендерить... Здесь... Я предлагаю... Получать позу... Выбирать персонажа... Вот... Главного... Genesis... Там 8... Тут зависит от того... Какой персонаж у тебя выбран... Просто брать файл... Export... Здесь... Выбрать... Обж... Создать папку... Естественно... Можно не создавать... И... По умолчанию... Там... Выбрать... Сейчас... Студе... Один сантиметр... Accept... Как-то так... Экспортировать... Затем... Загрузить... Например... Тею... Или ZBrush... В Тею... Мне нравится просто... Тот момент... Что... Сейчас я паузу поставлю... Тот момент... Что здесь есть специальный plane... Когда мы импортируем модель... У меня есть отдельные уроки по Тею... Поэтому я не буду прям вдаваться в подробности... Вот... Есть у нас мужик... Он конечно инвертирован... Я создателю об этом говорил... Что нужно это исправить... Суть не вагна... Есть plane, который двигается с контролем... Я рекомендую уроки посмотреть... Вот... Данный plane... Позволяет... Позиционировать по модели... Любые мазки... То есть... Ты можешь взять какие-нибудь мазки здесь... Из стандартных кистей... Тут их много... И сформировать какие-то вот... Повернуть там допустим... Плоскость... Как-то так... И здесь уже... Рисовать... Какие-то вот детали абстрактные... Можно там... Когда больше опыта будет создать свою кисть... Об этом я тоже рассказывал... Вот... И это все дело можно потом кинуть... Если проще... Прямо не заморачиваться... По-хорошему нужно учить рендер... Вот... Но... Можно это все просто экспортировать в KeyShot... То есть взять файл... Есть такой простой рендер... В котором... Не нужно сильно заморачиваться с настройкой материалов... То есть для новичка как раз будет... Для начала... Вполне достаточно... Нажимаем файл... Save as... Выбираем... Main Abstract... Допустим... Пишем название модели... После чего... Модель экспортируется... Затем открываем KeyShot... В KeyShot есть стандартный настроенный свет... Можно просто импортировать модель через Import... Файл... Import... Здесь выбрать Main Abstract... Import... Вот... У нас есть объект... Уже модель... Со... Блин... Со светом... И так далее... И... Можно настроить разные материалы... То есть... Есть краска, например... Какая-нибудь... Вот... И какие-то абстракции генерировать... Понятно, что можно делать отдельные объекты... То есть... Я тебе говорю... Ты по сути задел... Очень большие темы... И... Так... Сразу ответить на них... Одним... Видео... Ответом... Достаточно сложно... Я могу... Поверхностно... Обзор сделать... Всего... Что можно использовать... Для начала... То есть... Вот KeyShot... Потом сохранить этот рендер... То есть... Немножко изучить... В YouTube... Уроки по KeyShot... Как с ним работать... Как с рендером... Вот... Тебе нужно сгенерировать картинку... Кинуть ее в Photoshop... Затем... Подогнать... В Photoshop... Уже... По твоей пользе... И как-то... Вот эти детали... Там... Вытереть... Стереть... По слоям... Вот... Это... Один из быстрых методов... Получения... Данной... Задачи... Без гудини... Понятно... Что... Всякие эти абстракции... Надо прорабатывать... Это я по-быстрому набросал... Там... Можно... Всякие капли рисовать... И так далее... И так же... Сейчас я открою... Тут... Все эти моменты... Как раз можно получить... С помощью... Тейк... И что-то... И... Это тоже... Можно плавно... Проскульптить... То есть... Сделать скульптуру... Уже не в Те... Или в 3D-код... Или в ZBrush... Просто... Плавно... Вылепить эту форму... То есть... Тебе не обязательно... Учить моделирование... И... Просто... Можно даже... Вот смотри... Открыть код... Взять... Voxy Sculpting... Взять... Загрузить модельку эту... Опять же... Уже... Stay... Да... Нажать... Apply... Yes... Здесь... Выбрать... Какие-нибудь... Кисточки... Так... А... Стоп... Минуту... Чтоб все детали сохранились... Там надо... Момент один... Файл... Файл New... Don't Save... Смотри... Voxy Sculpting... Открываем модель... Desktop... Чтобы сохранились детали... Здесь нужно... Выбрать... Один момент... Сейчас покажу... Import Voxy Sculpting... Как раз... Оставляется детали... Apply... Вот... У нас сохранились все детали... Теперь можно работать с этой моделью... И... Допустим... Какие-то... Потоки воды... Допустим... Текут с него... Есть кисточка... Да... Любой кисточкой можно... Можно... Добавить новый... Voxy Sculpting... Здесь вот... Скульпт 3... Нажимаем на плюсик... Получается... И нажимаем здесь... Чтобы была буква... В... И теперь... С помощью... 2D Paint... Или сферы... Можно... Рисовать... Всякие капли... Потоки... Текучесть... И так далее... Понятно, что... Здесь... Не Draw From First Point... А именно... Можно... То есть... Этот инструментарий... Выучить... Можно... Таким вот образом... В... Тее... Конечно... Мне нравится больше... Что... Плейн есть... И... Можно рисовать... Плейн... То есть... Всякие абстракции... Потоки воды... В принципе... Можно тоже... Нарисовать... Тут уже... Я рекомендую... Использовать разные инструменты... Какие нравятся... И... В Coate... Тоже... Есть свой рендер... Шейдеры... И так далее... Можно... Шейдер... Воды... Выбрать... Просто... И все... То есть... Настроить его... Как-нибудь... По-разному... Тут уже... Получились... Какие-то кишки... Вот... То есть... Экспериментируй... С... Разными инструментами... Опять же... Здесь есть плоскость... Вот... На плоскости... Можно эту воду... Нарисовать... Что в Tei... Что... В Coate... Мне больше нравится... В Tei... Сейчас еще... Снова покажу... В Tei... В Tei... Смотри... Это как... По-быстрому... Получить... Что-то такое... И потом... Цветами... Поиграть... Снова... Открою Tei... Я покажу... Так... В Tei... Можно загрузить... Опять же... Этот объект... Через OpenScene... Создать отдельный слой... И... Допустим... Выбрать обычную кисть... Round... Вот... Рисует... Настроить... Плейн с помощью... Control... И... Например... Поток воды... С него что-то... Чертно... Да... Берем... Просто рисуем... Таким вот образом... Например... Здесь есть Hermesh... Сейчас он странно... Короче... Лучше Hermesh не делать... Создатель экспериментирует с ним... Поэтому... Я сейчас не знаю почему... А... Можно увеличить DIVS... Странно... Он все равно работает... Уже все позабывал... Ладно... Можно оставить так... Потом... Плейн... Повернуть... Нажать Escape... То есть... Повернуть его... Таким вот образом... Нажать Escape... Блин... Раньше работало... То есть... Сейчас... Видишь... Мы рисуем по плоскости внизу... Вот... Можно... Как раз... Этот момент... Получить... Жидкость... Быстро ее там... Это без всяких симуляций... Именно как... Творчески создать... Момент этот... То есть... Быстро... Там ее можно набросать... Таким вот образом... Какой-то поток... Вот... Например... Это все... Загрузить в код... Не в код... В кейшот... То есть... Взять просто снова файл... Save As... Открыть кейшот... В кейшоте сделать файл... Import... Abstract Import... И допустим... Там... Liquid есть... Вот здесь есть Mesh... Так... Стоп... Есть Mesh... Нажимаем плюсик возле него... Есть Mesh просто... Да? На этот Mesh... Перетягиваем Liquid... То есть... Какой-то глюк происходит... Странный... Не знаю почему... Там наверное... Displacement какой-то был... Вот... Можно получить какую-то такую абстракцию... Отрендерить... И уже в фотошопе обрисовать... Там... Поменять цвета... И так далее... Это если по-быстрому... Получать момент... То есть даже вот на примере... Я там сейчас покажу... Назад... Так... GPU я включу, чтобы быстрее было... Так... Нажимаем Render... Render... Здесь в Output указываем Steel Image... Называем Main Abstract например... Указываем Folder... Куда отрендерить... Quality и так далее... И нажимаем Render... Все... Картинка отрендерилась... Теперь можно выйти с Кейшота... Открыть Photoshop... Открыть полученную картинку... Сопоставить ее в Photoshop и уже с... Фотографии... То есть с живым актером... Кого ты фоткаешь... Открыть фото донат... И... Эти все жидкости... Например... Мазками... С помощью Clone Mode... Превратить в реальную... Какую-то абстрактную картину... То есть потоки воды... Вот так вот можно размазать красиво... Разными кисточками... Получить какой-то абстрактный результат... Чем меньше кисть, тем больше деталей... То есть с помощью D и F уменьшаем размер кисти... Делаем такие вот... Размывы мазков... То есть реальную жидкость... Какую-то такую вот... Интересную... Абстракцию... Можно получить... То есть тут уже чисто твои эксперименты... Какая-то подача материала... А затем, когда это все дело нарисовал... Нажимаешь здесь... На... На дом... И затем на птичку... Окей... Это все вернется в Photoshop... Потом с помощью слоев там... Это я все сразу же говорю... По-быстрому показываю... В режиме Color... Допустим, можно поменять цвет... Наложить какой-нибудь там... Фиолетовый, например... Опять же, кистями там... Можно с пальцем размыть это все дело... Таким вот образом... И получить какой-то абстрактный результат... Это если по-быстрому говорить... Понятно, что здесь практика... Реализм... Достаточно... То есть... Чем больше заморочишься над деталями... Тем... Более качественный результат получится... Это я показываю примерно... Потому что такие работы не делаются... За минуты... За секунды... Тут... Надо хорошо посидеть... Попрактиковаться... И... Поупражняться... Вот... Так... Еще... Тут есть... Также можно те же облачка получить... И... С помощью... У меня есть уроки... Их же в кейшоте отрендерите... Там есть... Объемный волюм материал... То есть... На ютубе... Рекомендую посмотреть... Кейшот уроки... Фотошоп уроки... Работать с фотографией... И... Я думаю... Ты как фотограф... Уже умеешь... Работать с фотошопом... Поэтому... Достаточно посмотреть... Уроки по кейшоту... И... Если что-то... Опять будет непонятно... Задавать вопросы... Потому что... В одно видео... Это все уместить... Нереально... И... 3.0. Третий вопрос... Звучит так... И конечно... Меня интересует... Переосмысление... Древнегреческих... И других мифов... И легенд... Потому что... Это всегда актуально... Пока есть люди... Религиозные темы... И все это... Находят новое отражение... С опытом... И трактовками... Так... Ладно... Да все... Вы можете сами... Прочитать... И... Сейчас я покажу... Картинки... Да... Тут уже... Серьезные сцены... Довольно... Массивные сцены... Угу... 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 Так... Если говорить... Конкретно... По этим сценам... Опять же... Для создания людей... Можно использовать... Даст... Или... Какой-то другой генератор... Просто в Ютубе... Вбиваешь... Даст... И там... Уроков... Очень много... Я показал... Примерно... Как с ним работать... Цветовую гамму... В Ютубе... Опять же... Урок... Любой... Позы... Ставить... Уже... Опять же... В том же... Даст... То есть... Эту картинку... Достаточно... Просто получить... Можно... Опять же... Фотографии... Как-то там... Совмещать... С 3D... В Фотошопе... Тому же... Эта же сцена... Которая... Более... Массивная... Тут уже... Без... Рендера... Наверное... Если ты хочешь... Качественный результат... Получить рендер... То... Смотри... Здесь... Для создания персонажей... Используем... ДАС... Одежду... Можно лепить... Скоро... Выходит... Новый... В 2021... В нем... Можно прям... Лепить одежду... В том же... Блендере... Бесплатно... Потому что... Я... Не рекомендовал бы... Сразу... Лезть... В Marvelous... В котором... Можно ее шить... Но там... Сразу же... Придется... Потратить... Достаточно... Много... Времени... Многие... Предпочитают... И лепить... Для деревьев... Можно использовать... Спид 3... Для распределения... Их же... Можно использовать... Форест Пак... Опять же... То есть... Такие... Массивные сцены... Можно создавать... В принципе... Моделек... Накачать... Купить... Квиксели... Много... Всяких... Паков... Я... Уроки... Периодически... Выпускаю... То есть... Такие... Массивные сцены... Нужно создавать... Или в том же... 3D Max... Или в Blender... Блендер... Бесплатный... Будет проще... Начать... Вот... То есть... Смотреть... Уроки... Направление... Я дал... Если есть... Дополнительные вопросы... Какие-то... То... Задавай... Потому что... Еще раз... Повторюсь... В одном видео... Все охватить... Невозможно... Вот... Направление... Думаю... Помог... Как-то дал... И... Уже... Будет проще... Понять... С чего начать... Можно... Фотобашингом... Заниматься... То есть... В YouTube... Вбей... Запрос... Матопейнтинг... Или... Фотобаш... Те же фотки... Деревьев... Можно находить... На прозрачном фоне... И... Эту всю сцену... Собрать... С помощью... Матопейнта... Матопейнта... Что... Наверное... Гораздо проще... Будет... Если есть навыки... Фотошопа... Рисования... Потому что... 3D... Это такая тема... Которая... Требует... Глубокого... Погружения... И... Сразу... С нуля... Сразу... Начать такую сцену... Ну... Это... Такой вопрос... Даже у меня нет... Сильно такого... Большого опыта... В создании... Таких... Огромных сцен... Я создавал локации... Но без людей... И... В принципе... Все реально... Все реализуемо... Все... С практикой... Можно получить... В общем... Это все... Что я хотел показать... В этом... Долгом видео... Если есть еще вопросы... Задавай... Благодарю за просмотр... И желаю хорошего настроения... Смотрите... Ура... 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 Продолжение следует...